Организация Объединенных Наций обнародовала ежегодный World Happiness Report, в котором 156 стран размещены в зависимости от того, насколько счастливыми в них ощущают себя люди. Оценка зависит от множества факторов и включает в себя продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, доверие к правительству, более высокий уровень ВВП на душу населения и щедрость. В этом году первую десятку вошли те же 10 лучших стран, как и в прошлом, в 2017 году. Однако некоторым удалось улучшить свою позицию. В частности, Финляндия поднялась с четвертого места на первое. В то же время самыми несчастливыми странами остаются Бурунди, Центрально-Африканская республика, Южный Судан, Танзания и Йемен. Украина занимает почетное 138 место из 156 стран. В 2017 году она была на 132. И мы решили в Международный день счастья поинтересоваться у славучан. А что им не хватает до полного счастья? Наверное, побольше ярких моментов, друзей верных и компаний больших. Чтобы доченька почаще приезжала моя. А так все хорошо. Лично мне, я даже не знаю, наверное, счастливый человек. Да, ну да, в принципе, да. Да, работа есть, здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, ребенок, да, да, все отлично. У меня все хорошо. У меня все есть, я счастлива. Там все как бы хватает, да. Есть, главное есть. Счастье, работа нормальная, и все, и больше всего. И зарплата, да? Да, и зарплата, да. Хорошее настроение. А что вам не хватает для полного счастья? Да, у меня все есть. Маленькое самое счастье. Здоровье и стабильность отдыха. А можно, чтобы в лицее модуль футбольный вернули? А то у нас его убрали. На физкультуре нету модуля футбольного. Мне хватает. Все, хватит. Не, ну а что там? Солнце, настроение. У солнца, ну, может быть, больше настроения. Ага. Мирного неба, день рождения. А, поздравляем. Спасибо. Чтобы дети были здоровы, счастливы, и все. Так не в деньгах же счастье. А в чем? Вот я все выясняю. А в чем счастье? С вашей точки зрения? Счастье? Быть счастливым. Быть счастливым? Да. Но вы счастливы? Вообще-то да. Ну, у меня вроде все в порядке. Все в порядке, да? Да, все есть. Деньги, и погода сегодня хорошая, да? Да, и похода хорошая. Мира в мире. А вот что вам не хватает для полного счастья? Ну, на данный момент все есть вроде бы. Ну, наверное, мира в нашей стране. Здоровье моим родственникам, вот это. И долголетие моей маме. Спокойствие. Здоровье. Остальное вроде бы как все есть. А все есть? Да, у меня все хватает. Да, да. Ну, вообще счастлива. Не хватает для сына хорошей работы. На пенсию хочу. На хорошую пенсию, да? Не знаю я. Все есть. Я счастлива, да. Как видите, славучане в основном оказались людьми счастливыми. А что с точки зрения счастливых жителей нашего города нужно, чтобы и Славутич был счастливым городом? Спокойствие, чтобы зарплату платили вовремя. Настроение, улыбок, цветов, солнце. Весна? Весны. Весны не хватает. Мне кажется, чтобы люди были добрее друг к другу. Отзывчиво. Жизнь тяжелая, да, я понимаю. Но хочется доброты в отношениях, и все будут счастливы. Проблема в том, что молодежь у нас убегает вот из города. Не хотят возвращаться потом обратно. Тишины. Чистоту навели, все, все нормально. Да, то толком тут вроде бы все и есть. Обустроено, хорошо, уютно. А что ж молодежь уезжает после учебы? Потому что вообще в Украине нет никаких таких перспектив, да. Больше рабочих мест. Вот это что на сегодняшний день меня беспокоит. Ну, чтобы у людей все было хорошо. Чтобы всем детям было счастливо, надо побольше лего. Ну, и чтобы не болели. Ну, то, как я на Місселе, я взагалі тут недавно проживаю. Мне кажется, тут много чего надо менять. Веду всех славичан, мне кажется, берется самое главное. Это люди працюють, и частину денег они не отдают на свое место. Куда они деваются, незрозумимо. Дороги неполадженые, тротуары неполадженые. Дитячие майданчики, да, важеного. А вот для Славутича что нужно, чтобы было полное счастье в Славутиче? Может быть взаимопонимание между людьми. Ну, жалко, конечно, что разъезжается молодежь. Что-то надо делать. Для того, чтобы она не разъезжалась. Чтобы она не разъезжалась, да. И тогда будет веселее, конечно. И тогда дети будут, детей будет больше в городе. И старикам будет скучно. После закрытия станции не хватает многое. Ну, основное, хотя бы вид с электрички на эту гостиницу и на эту разваленную. Я понял. Сразу такой пиджернятив неприятно. Ну, я знаю, что еще. Вот бассейн, конечно, не закончили. Чуть больше финансирования? Да. Чуть-чуть больше. Миллионов на 10 хватит? Да. И управление, чтобы было лучше. Мне кажется, какого-то обновления. Вот не хватает, потому что чувствуется, что уже немножко, да, болото начинается. Динамики, наверное. Наверное, здоровья у людей тоже не хватает. Да, в частности. Наверное, какие-то новые предприятия для работы. Для того, чтобы не уезжала наша молодежь. Ну, да, уже хочется солнышка побольше, тепла. Да, да, да. Тут, как видите, претензии есть и пожелания. А в заключении этого репортажа хотелось бы закончить на счастливой ноте. Итак, вашему вниманию пять наиболее счастливых стран 2018 года. На первом месте Финляндия, на втором Норвегия, на третьем Дания, на четвертом Исландия, на пятом Швейцария. Украина, напомню, на 138.